Продолжается турнир по мотоболу. Кроме российских спортсменов в нем принимает участие белорусская команда. Поэтому эти соревнования, посвященные Дню города и района, являются международными. А между нашими народами существует давняя дружба, которую в очередной раз продемонстрировали наши соседи на открытии паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Плюс идет то, что на паралимпиаде случилось, то, что белорусские атлеты подняли флаг России и пронесли его на открытие. Это еще более наша республика. Это о чем говорит, что все-таки Белоруссия и Россия. Это два неразделимых народа. Огромное спасибо за такой дружественный шаг российские спортсмены передали представителю Республики Беларусь. Поддержать своих земляков видно и приехал председатель Центрального совета ДСААФ, в прошлом заместитель министра обороны Республики генерал-майор Запаса Иван Васильевич Дырман. Я считаю, что по-другому белорусы и не могли поступить. Столько выстрадано, столько сделано. Поэтому как тут по-другому быть? Мы родня, мы воевали, мы кровью повенчаны. И хочется, чтобы быть не только друзьями, но и достойными партнерами. А для того, чтобы быть достойным партнером, нам надо учиться в команде ТОЛ, в вашей команде мотобольной. И мы приехали за этим. И наши мотоболисты преподнесли урок мастерства белорусским спортсменам. Никто не играл в поддавки перед высоким гостем. И на перерыв после первого периода игроки ушли со счетом 8-0 в пользу видновчан. Молодые ребята, они готовятся, меняют поколение, готовятся тоже к чемпионатам Европы. И у нас, конечно же, к концу сезона много комбинаций, которые не получались в начале сезона. Сейчас все получается. Команда вышла на пик формы. Наверное, сезон рано заканчивается. Но белорусы не в обиде и полученным уроком довольны. Видно, нравится все. Условия отличные, конечно. Побольше бы таких турниров для нашей молодой команды. Был бы прогресс. Учителя хорошие в виде вашей команды. В первом периоде показали, как надо играть. Будем стараться в втором вынести уроки из первого периода. Игра продолжилась уже с участием молодого состава «Металлурга». И гости смогли уйти от сухого счета. Итог встречи 12-2. Такой результат только настроил всех на будущие победы. Просто так с россиянами соперничать невозможно. Надо учиться. Пусть они получат сейчас по заслугам. Теперь им будет стыдно на следующий год. В «Видно» приехать с такой подготовкой. Поэтому наш год есть. Из-за одного битого двух небитых дают. Поэтому на следующий год мы с вами встретимся обязательно. Ну а видновским метаболистам еще в этом году предстоит встретиться со сборной команды Ставропольского края и достойно выступить в финале турнира в субботу 10 сентября. Елена Бабина, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.